При все выложении к суматранским тиграм следует сказать, что они так и не смогли в цирк заманить такое количество ликующего народу, как группа Чиж и компания. Вчерашний их концерт по своему шумовому эффекту прочно занимает второе место в этом году после концерта Юра Хит. Скажите, пожалуйста, вас не смущает, что представление рок-группы проходит в цирке? Очень смущает. Это какая-то глупая шутка. Чья-то неудачная шутка. На самом деле цирк, как рок-арена, используется не в первый раз. Просто предшествующие разы были очень давно, поэтому их мало кто помнит. В наши молодые поры все группы в цирке выступали. Это же был в то время один из лучших залов, поэтому нормально. Сергей Чигараков в простонародье просто Чиж со своей компанией является, наверное, самым известным из новых имен русского рока. Он своей музыкой еще раз доказал, что добротный блюз и понятные всем народные слова дают хороший коммерческий эффект. Количество песен, которые зал мог петь вместе с исполнителем, наглядно это показали. Толпа бесновалась и ревела. Вне конкуренции была песня про песню о любви. Мы пришли на концерт Чижа. Такой мощный парень, которого я очень люблю и уважаю. Я хочу, чтобы он каждую неделю приезжал в Красноярск и я ходила на его концерт. Наконец-то в России появилась группа, которая мне нравится больше всего и песни которой я могу слушать 2-4 часа в сутки. Хорошую музыку делает, скажем так. Сам, насколько я знаю, и песни пишет, и музыку, и сам Чиж играет на очень многих инструментах, что интерес своего рода. Стараемся идти в ногу с своими детьми и все, что они слушают, нам нравится. На фоне теперь с них появившаяся группа, это такая группа, которая играет хорошие блюзы, хорошие рок-н-роллы. В общем, такая спокойная музыка, под которой действительно можно отдохнуть. Организатором концерта Чижа и компании в Красноярске стало предприятие с громким именем Сибирский продюсерский центр. Ему в заслугу надо поставить то, что при жутком накале страстей обошлось без жертв. Если же говорить об уровне организации, то она оставляла желать лучшего. За осквернение манежа ребятам, видимо, придется еще сегодня держать ответ перед дирекцией цирка. Намечавшаяся на после концерта пресс-конференции так и не состоялась. Сославшись на усталость, группа удалилась, оставив журналистам только концертные впечатления и те слова, которые удалось урвать у Чижа до концерта. К слову сказать, Чижа и компания у нас проездом из Томска. Самолет ночи, Волазик, потом Москва, Макседром, потом Питер. Ну, в общем. То есть это большой турне? Большой, я считаю, турне, это всемирные турне. Это так, гастрольная поездка. Прошлой ночью Чиж покинул город, продолжая гастрольную поездку, оставив красноярским поклонникам лишь воспоминания о шумной вечеринке в цирке.